Лозунг «Быстрее, выше, сильнее» не подходит для этих соревнований. Здесь главное – точность выполнения заданий и слаженность работы коллектива. Именно от этих качеств команды зависит скорость прохождения полосы препятствий, а в реальности – жизнь человека. С учетом роста количества многоэтажек, один из важнейших навыков спасателя сегодня – это умение работать в условиях задымления. Автономные дыхательные аппараты рассчитаны всего на 15 минут работы, но при физической нагрузке воздух может закончиться и раньше. Именно за это время в жизни нужно найти и спасти человека, а на соревнованиях пройти полосу препятствий из 12 испытаний. Не всем это удается. У самой молодой команды воздух закончился за минуту до финиша. Это наш первый опыт нашего звена. Мы студенты техникума техносферной безопасности. Работаем уже полгода, примерно в четвертой пожарно-спасательной части. Решили проявить себя, посмотреть, как вообще, на что мы способны. Более опытные спасатели констатируют – не важно, где ты – на полосе препятствий или на настоящем пожаре. Только постоянные и упорные тренировки научат работать быстро. Если брать в целом нашу службу, мы в течение смены тренируемся в аппаратах, включаемся на свежем воздухе. Вот в дымокамере, как вы видели, мы работаем. То есть у нас отрабатываются действия, это и в повседневной нашей службе. Впереди у пожарных еще два дня соревнований с практическими испытаниями, среди которых спасение на высоте и поиск пострадавших вслепую. Лучшая команда по итогу конкурса будет представлять Хабаровский край на дальневосточных соревнованиях. Они намечены на конец июня. Наталья Смоленинова, Константин Пестерев. Для Большого города.